Вечный огонь! Зажженные свечи! Портреты солдата и офицеров! День памяти и скорби! В Черкесске прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Современные технологии выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции глава республики принял участие в международной выставке «Про яблоко». Рекомендации работодателям и профсоюзным организациям прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Благодаря ему спортивный мир узнал о многих боксерах республики. Открыта памятная доска заслуженному тренеру России Александру Давыдову. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». Сегодня день памяти и скорби. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов возложил цветы к вечному огню и воину-освободителю в Парке Победы. Сегодня мы вспоминаем трагические годы в истории нашей страны, которые пережили миллионы соотечественников во время Великой Отечественной войны. 82 года прошло с того дня, когда нацистская Германия обрушилась на мирный созидательный советский народ, превратив страну в кровопролитное поле битвы. Наши отважные солдаты на протяжении четырех лет воевали с вероломным врагом и его союзниками, чтобы стереть с лица земли коричневую чуму, остановить наступление гитлеровских войск и одержать победу. «Прошли годы, но этот день остается одним из самых важных для нашей страны», – говорится в обращении главы Рашида Тимрезова. По традиции в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Вечный огонь и множество зажженных свечей в руках. Портреты солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на мемориале вечной славы множество людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей и унесшей около 27 миллионов жизней. «Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения. И наш долг – хранить память об этом подвиге», – говорили выступающие. «Мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем память тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков и детей». «Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Пусть в вашей жизни всегда будет мир и счастье». Память погибших почтили минутой молчания. Свечу в память о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Умаре Махове и других героях фронта и тыла зажгла Софья Кирейтова. «Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к ветеранше, который уже не стало. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это все очень трагично и не нужно это забывать». Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажженные свечи и множество цветов у мемориала Вечной Славы – еще одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в пятой международной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «Про яблоко-2023», которая стартовала в минеральных водах. В рамках выставки прошло пленарное заседание на тему «Тенденции развития промышленного садоводства и питомниководства в Российской Федерации». Участников мероприятия поприветствовал глава республики Рашид Тимрезов. За последние годы Карачаева-Черкесия уверенно заняла позиции садоводческого региона России. К 2025 году планируем увеличить площадь до 2500 гектаров. Все это позволяет планомерно решать задачи в разрезе импортозамещения, продовольственной безопасности населения, а также создания рабочих мест. Разумеется, развитие садоводства и всего сектора реальной экономики стало возможным благодаря поддержке нашего национального лидера президента России Владимира Путина, а также правительства и Министерства сельского хозяйства России и самих тружеников, сказал Рашид Тимрезов. В Доме правительства под председательством вице-премьера Ирины Гербековой прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Собравшиеся обсудили три главные темы. Первый вопрос касался применения упрощенной налоговой системы, как меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вторая тема повестки – уровень производственного травматизма при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации. И третья тема – ход реализации и оценки эффективности госпрограммы развития культуры в республике. Председатель Карачаева-Черкесского объединения организаций профсоюзов Раиса Айбазова отметила необходимость проведения таких встреч, чтобы работодатели тщательно следили за медицинским осмотром работников предприятий во избежание несчастных случаев на производстве. По итогам заседания трехсторонней комиссии даны соответствующие рекомендации работодателям и профсоюзным организациям. Вопросы, рассмотренные в ходе работы комиссии, взяты на особый контроль. В Черкесске открыли памятную доску заслуженному тренеру России Александру Давыдову. Человеку, благодаря которому спортивный мир узнал о многих боксерских талантах Карачаева-Черкесии. В частности, о призере Олимпийских игр в Афинах Мурате Храчеве. На мероприятии около дома, где жил Александр Степанович, побывал наш корреспондент Артур Мхце. Есть люди, с которыми принято связывать целую эпоху. Таким, без сомнения, можно считать и коренного жителя Черкеска Александра Давыдова, посвятившего себя поиску и огранке драгоценностей, обучению и шлифовке мастерства талантливых ребят, которыми на самом деле богата Карачаева-Черкесия. Для него тренерская работа стала не просто профессией, а возможностью делать из юных сорванцов уверенных в своих силах молодых людей. А фраза «ученик Давыдова» – это своего рода знак качества. Талантливым он был не только как тренер, как педагог, но и также он был очень талантливый наставник по жизни. Очень многому мы научились, его воспитанники, все те, кто прошел через его руки, даже какое-то небольшое время, кто занимался боксом у него, все те, кто прошли через его руки, все мы научились у него очень важным и необходимым качеством. Прошло два с половиной года, как ни стало человека, с именем которого были связаны многие успехи боксеров из региональной столицы на самом высоком уровне. Среди его воспитанников победители и призеры крупнейших спортивных форумов. И вот теперь около дома, где он провел большую, разумеется, после тренировок часть жизни, состоялось памятное мероприятие с установкой мемориальной доски. О многочисленных заслугах почетного гражданина Черкеска Александра Давыдова говорили все, кто пришел в этот день отдать дань уважения наставнику, другу, а для кого-то и не много, не мало второму отцу. Али Хуранов вспоминает, каким был тренер на занятиях, чему учил ребят. В нем было все, разные грани. Он из тройки, он требовательный, учил нас дисциплине, где-то добрый. То есть вовремя умел объяснить человеку, что от него надо. То есть, как он нам говорил всегда, интересно. Он говорил, ребята, я могу вам дать все, кроме одного сердца, должно быть храброе. Мемориальная доска Александру Давыдову была открыта при участии его супруги, которая многие годы поддерживала его и в горе, и в радости. Цветы у дома, как живое напоминание о человеке, оставившем после себя куда больше, чем просто спортивные достижения республики и регальные воспитанников. Он помог каждому стать человеком, за которого ему не было бы стыдно. Артур Махцы, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии проходит операция «Дни легал-2023». Цель – выявление и пресечение каналов незаконной миграции. Сотрудники отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции проверили один из строительных объектов, расположенный в республиканской столице, с целью установления и документирования фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. По результатам проверки выявлен гражданин Азербайджана 1991 года рождения, который незаконно находится на территории России, а именно уклоняется от выезда за пределы Российской Федерации по истечении установленного срока пребывания. В отношении данного гражданина составлен административный протокол. Материалы направлены в Черкесский городской суд для принятия решения об административном выдворении за пределы России в форме принудительного перемещения через государственную границу. На днях отметил свой 65-летний юбилей первый профессиональный нагальский скульптор Коша Ализар Манбетов. По традиции он свой юбилей подпраздновал персональными выставками. О прошедших экспозициях и поездке на симпозиум в Турции юбиляр рассказал нашему корреспонденту Белли Джазаевой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.